Всем привет! Сегодня я займусь не совсем обычным делом. Я как настоящий импресарио устрою прослушивание вот этим вот диодом. Для чего? Ну, дело в том, что с помощью прослушивания, если нет осциллографа, можно выяснить, какие диоды хорошо работают, а какие из них плохо работают, либо неисправны. И в этом есть некоторая толика истины. Все дело в том, что обычная сеть, конечно же, звучит. Я использую 50 Гц и подаю их сейчас на вот этот динамик. Давайте послушаем. Вот так почти бесшумно для большинства ушей звучит обычная электрическая сеть. В сети у нас колебания с частотой 50 Гц. Они улавливаются с помощью конденсатора этой лампочки, передаются на вот этот динамик и вполне мягко звучат. Но что будет, если мы добавим диод? Давайте возьмем первый попавшийся выпрямительный диод и послушаем сперва сеть без диода, а теперь с диодом. Многим радиолюбителям этот звук очень даже знаком. Наверняка вы слыхали его в своих усилителях, в самодельных радиоприемниках, ну и где угодно. Так звучит срезанная синусоида. Срезанная синусоида, хотя имеет частоту 50 Гц, но при этом имеет возле нуля вот такие вот уголки, которые образуют гармоники. И у разных диодов эти углы разные. В силу их конструктивных особенностей, в силу области их применения, здесь может быть как прямой угол, так и некоторые колебания. Но в основном вот эти вот уголочки имеют разную крутизну наклона, и это слышится прямо ушами. Можно, конечно, использовать осциллограф, но его у меня нет, я могу ориентироваться на слух. Итак, давайте послушаем выпрямительные диоды. Звучит сносно, вполне нормально. А теперь давайте возьмем вот этот вот отличный полумост и послушаем его звучание. Звучит немножко более шумно, то есть его уголочки более резкие. Очевидно, здесь что-то происходит у него. Может быть за счет того, что площадь ПН-переходов очень большая, и там у него собственная емкость. Может еще по какой-то причине, но звучит он по-другому. И вот более часто попадающийся в 7 диод, который вставят и в выпрямители, и в детекторы. Звучит он практически так же, как и обычный старый кремниевый диод. Давайте их вместе немножечко прослушаем. Практически одинаково, но только вот этот диод звучит на более низкой частоте. В своих опытах я убедился, что вот эти современные диоды звучат более резко, а вот эти вот старые выпрямительные диоды звучат более мягко. Очевидно, у них есть дефект у старых диодов. И вот в этом месте, вместо резкого обреза, так сказать, до нуля, они имеют какое-нибудь плавное, вот, например, вот такое низ падания. И в ноль они уже втыкаются не под прямым углом, а вот по такой вот траектории. И это смягчает. Но самое интересное, сравнить диоды со стабилитронами. Стабилитроны тоже, по сути, свои диоды, только могут в обратном направлении пробиваться и пропускать ток. Ну, на этом и основано-то их применение. Давайте послушаем стабилитрон. Слышите, как звучит-то он звучно? Давайте рядышком поставим вот такой диод выпрямительный. И послушаем. Я приближу камеру к динамику, чтобы было максимально слышно. Итак, выпрямительный диод. Мягкая бархатистая стабилитрон. С резкими гармониками. Но самое интересное, ребята, проявляется вот где. У меня есть старый стабилитрон, подобный вот этому, который начинает выгорать. Они уже не справляются со своими функциями. И давайте послушаем его звучание. Сейчас я буду прикасаться к нему. Вот у него происходят процессы деградации уже внутри. Он практически не рабочий, но при этом... При этом пока он горит и пока он выгорает, мы можем слышать очень высокочастотные всплески, которые позволяют предположить то, что внутри кристалл деградирует и в нем происходят некоторые разряды, то есть выгорает этот кусочек кремния, из которого он сделан. И в результате получаются высокочастотные наводки. А результатом этих наводок могут быть очень сильные помехи. Если он используется в стабилизации тока или напряжения, то эти помехи не то чтобы они плохо повлияют на работоспособность схемы, они могут ее убить. Даже нагрелся немножко. Ну, в конце концов, он, конечно, сгорит, и такие детали надо удалять. Но путем прослушивания мы выяснили, что вот данный стабилитрон не годится нам. А все остальные, в принципе, детали годные, и мы их можем использовать в своих схемах. Ну, с учетом того только, что характеристика звучания и характеристика пропускания и характеристика срезания у них немножечко отличаются. На этом все, ребята. Пока мы эту музыку послушали, будем слушать другую. Субтитры сделал DimaTorzok